Девушки отдыхают 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 Всем дают квартиры на Ильинке, ну, сами видели, секции какие, секции плохие, там, тараканы, клопы, ну, все. Why are you hanging out here? Так, а я вот живу, вот он мой дом. Мне не хватает денег. В основном, в основном, здесь, в частности, кто, в основном, кто нормальные люди переехали, да, с этих домов, а кто-то оставшиеся, да, ну, кто пьет. Кто пьет. Ситуация здесь, ну, чтобы здесь было меньше коррупции, меньше воровали, и больше делали, меньше слов говорили. Чтобы делали, как говорится, на словах. This area is called Заводской, and was once the purpose-built housing estates of the Soviet workforce. Now, these imposing tower blocks are just empty shells. These young men had been living in this abandoned building for two months. С 14 до 18 лет я был в приюте, с 18 до 19 лет, когда я вышел в приюте, 18 лет, с 18 до 19, я торговал героином. Сначала курил, потом колодцы начал. В 19 лет меня посадили. 21 год я освободился. Два с половиной месяца я на воле. Все? Да, нету таких. Рея, ну, нормальная была. Да, тут бонус, какая ерунда, да, просто, просто читаем. Делать нечего, ну. Вот дом был, ебать, шокоблоки, там все разбирали, короче. Разбираем вот этот дом, шокоблоки, металл. Рейки, половая рейка, металл там, да, все можем. Все зарабатываем, это на наркот утратим. Это димедрол и феник. Не тошнил димедрол. Чтоб не тошнил. Сейчас, подождение. У него вообще без разницы, и что. Мне сдыхать через неделю, ебать муку. Все. Вот. Дай зажигалку. А я? Дегай, да? Давай, давай, давай. Научи. Дай спичку. А я только опачок. Ну, это просто мало. Мало. Один. Надо. Десять. Десять, ты помылся. Надо штуки три. Когда последний раз вы пошли к доктору? Ты курить, ясно? Месяца два с половиной. Назад врача был. Никто не болеет, все здоровы. Никто не болеет, все здоровы. Все элементы, потому что ты можешь через неделю выгадать. Но. Но у меня проблемы есть большие. Проблемы денежные. Да, 15 тысяч долларов. Вот. Убью, значит, его. Саша Пеликов works for an organisation called Regenerate Russia, which helps rehabilitate heroin addicts in Novokuznetsk. Саша explained to us that there might be more to the drug trade than just making money. Конечно, я склоняюсь к тому, что вырождение нации как раз идет путем, как раз, в том числе и путем завезения героина в Россию. Кажется, есть какая-то программа по вырождению нации российской, русской как таковой. То есть странами, такими как вот экстремистами, в том числе и возможно Аль-Каида и самой организации. Аль-Каида. 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 Ну вот, мне кажется, нужно былоsey перед. Аль-Каида. Аль-Каида. Кто-то сообщил в . Ониills Antonio, Chief T身, Steri, Мальченко, них ayudся на Jagu. Они заявили, чтоivia иностранцы могут нациировать любопытство. Нет личного bead Столки информации, на что именно они буровые саги. Не очень, видимо, качество удаловаться. Это тропикамид, главные капли. Тропикамид, это те глазные капли, это новое здесь, новое, то есть достаточно вея нет. Впоследствии, как выяснилось, очень усиливает эффект, то есть на первоначальной стадии, на стадии инъекции, как раз введения, то есть так называемый приход. И вот, кстати, от этого тропикамида очень разлагаются внутренние органы, то есть большое влияние печень, почки, сердца, то есть все на него. Человек прям высыхает, прям бутыльками колет. Саша explained that the eye drops were one of the main ingredients of a new drug called Crocodile, a kind of moonshine heroin. Crocodile is so cool because it turns the user's skin scaly and eats them from the inside out. В интернете видел съемки, то есть, ну, клипы выложим, то, что в интернете показывают про этот крокодил, слышал так образно, ну, в смысле, из чего он готовится, то есть, как после него гниют, как бы нет, у меня особого желания нету. У меня отвращение, как бы, к такому наркотику. Я лучше денег найду, как бы, лучший героин, чем вот этот свет. Конечно, героин тоже, это плохо, но крокодил, это ужас просто. ГОВОРИТ ПО- ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok The Russian government offers very little support for addicts There are no local state-funded rehab centres And so the void has been filled by private organisations They range from centres like this one where the addicts provide volunteer work to pay for their treatment to evangelical churches that have been accused of running like cults I was very young when I started taking the heroine I was 14 years old I tried Most of us in the city of Новокузнецке and they go to the heroine and turn out on the crocodile because there is no lack of money I need to rob my brother and then everything they will die and they will die again They will die immediately Just Мы бы тоже фильмы бы снимали, такие христианские, с Богом, может быть, через вас бы Господь показывал другим людям, что есть спасение, правильно же ведь? Ну, я бы, знаете, даже молодежный какой-нибудь, да, сейчас же показывают, ну, сериалы молодежные, телевизоры, да, ну, что-то такое вот, ну, не, знаете, не уклон, чтобы было, да, на то, что там, ну, там, тусовки какие-то, да, там, куда-то сюда, а наоборот, там, походы в цирк. Подводки классные. Спасибо, до свидания. Давайте, с Богом. Господь благословит вас снять высший фильм, чтобы у вас там все. Слава Руссо и Сенов, и Срятта... После того, чтобы уехали с девушками, мы пошли visit the priest of the main Orthodox Church in Novokuznetsk. Я должен был wear a headscarf, чтобы быть able to talk to him. Спасибо. В связи с распадом Советского Союза, многие люди тоже потеряли свои прежние ориентиры и очень часто искали утешение в алкоголизме или наркомании. Такой стереотип мышления, что они очень несчастные, они никому не нужные. У нас есть и секты, у нас есть и представители традиционных ветвей христианства. Все другие религиозные организации, которые сами называют себя христианскими, но не содержат в себе вот эти два наиважнейших пункта христианского вероучения, православная церковь не считает организациями христианскими, в самом строгом смысле этого слова. Это секты, да. То, что на Западе принято именовать словом культ, в русском языке слово секты. Практически в городе каждый день кто-то умирает от передозировки наркотиков. Вот так же мы много своих знакомых перехоронили, кто умер от передозировки. Возраст наркоманов от 14 до 20 лет. В таком возрасте, там, 20-25 лет. This is Evgeny. By day he's a funeral director, and by night he runs the Novakuznetsk branch of Teen Challenge, which is an American Christian charity that now has missionaries and centres in over 70 countries around the world. And it's growing rapidly. He told us to come along to meet his congregation in a remote part of the city, which was an hour drive up a very steep hill. And when we arrived, we found this. This is the sleeping room for the Brotherhood here, Teen Challenge, which is Evgeny's church group. This is a rehabilitation centre for people involved in Teen Challenge, which is an American church that have come to Russia. And now Evgeny practices their doctrine. I think the Teen Challenge is called to be me. Today I live here as a six-month father, son, and Holy Spirit. Jesus Christ, they helped me. I live here as a village of the Lord. I can't say, that we are in the end of the poverty of drugs, or in the poor struggle of the power of the people, but I actually think... СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ Это Сергей. Мы встретили его спрашивая на улице, и он сказал, что большинство людей, которого он знал, были уничтожены от героиня и крокодил. Очень много знакомых, которые и померли. Много знакомых и моего возраста, и старше меня. Власти не борются. У нас такие есть, которые им заплатят. Милиция, полиция. И они закрывают глаза. Каилл появился, вот, буквально год, может, полтора назад. И он связан, скорее всего, с тем, что человек ищет чего-то большего, либо прогрессирует, либо своей доступностью. Скорее всего свои доступства, что это пошел в любую аптеку, то есть в любой человек, даже бабушка, мальчик, девочка, там, не знаю, и купили свободно, то есть не запрещено это. Ни законодательства, ничем. Поехали. Поехали, Сергей, нас на tour с фармаками, чтобы показать нам, как легко это было, чтобы собрать ингредиенты для крокодил. Такие фармаками 24-часа, которые будут. Вы можете это делать в любом случае. Кофетин, муравьиный спирт, тропикамид. Начинаешь, добавляешь бензин, начинаешь готовить. Выпариваешь, отжариваешь. Потом выбирают все вот это в шприц и колятся. Не очень сильно гниют потом. Те, кто употребляют наркотик крокодил, если они попадают мимо вены, то они потом очень сильно гниют. Почему наркотик и называется крокодил? Что потом кожа у них похожа на, как у крокодила, шершавая такая. Сергей сказал, что он знал кто-то, кто мог приготовить крокодил для нас. Он предложил встретить нас снова. Это был последний раз, когда мы его видели. Чтобы ты благословил наши семьи, дома наши благословил, город наш благословил во имя Иисуса Христа. Задача дьявола — уничтожение людей. И не важно, чем он уничтожает людей, атеизмом или наркотиками. Алексей is the pastor of an independent church that reforms heroin and crocodile addicts. Наша задача — принести свет в этот город, нашу страну и во всем мире, чтобы больше людей обрело спасение. Алексей took us to meet his friend, whose family has been destroyed by crocodile. With a drug that can kill its users so quickly, it's very rare to meet survivors. Меня зовут Людмила Ивановна. Это мой сын и мой внук. Ну, сначала все было нормально. Сергей учился, работал. И встретил женщину, девушку одну. Она была наркоманкой. И вот стали они колоться. Сергей вот инвалид. Он в них плохо ходит, плохо разговаривает. Миша получше, но тоже плохо ходит и разговаривает плохо. Они чуть не умерли. Ты взял крокодил? Не взял крокодил. Он был виноват плохо. Он на нём. Он давно залил. Коли кончалил? Вам виноват? Он виноват. У меня всё время. У меня всё время. Н stressing. Но я не знаю. Они здесь варили, скололись у нас, и я не могла, они мне не давали, чтобы я им не разрешала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...